У пирсосудостроительного завода «Восточная верфь» состоялась торжественная церемония первого подъема флага на новых пограничных сторожевых кораблях «Находка» и «Невельск». На мероприятии присутствовали командование погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, руководство края, города и почетные гости. Товарищ генерал-майор, командир пограничного завода «Восточная верфь», а в апреле 2020-го спущены на воду. ПСКР построены специально для выполнения задач береговой охраны пограничной службы. В них применены новейшие научные разработки в области информационных технологий, связей и автоматизации. Заводу, который построил эти два замечательных военных корабля, 70 лет в этом году. За эти 70 лет построено порядка 500 заказов. Это целый флот. Но впервые за все 70 лет одновременно сдаются два корабля. «Это говорит о том, что коллектив предприятия, коллектив завода очень организован, результативен и готов строить такие же суда, суда более новые, новых поколений для нашего военно-морского флота и для флота вообще». Береговая охрана пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пополнится пограничным сторожевым кораблем «Находка», а Невельск поступит на службу в Сахалинскую область. Сторожевики оснащены 30-мм артиллерийской установкой АК-306 и пулеметами калибра 12,7. Максимальная скорость корабля – более 28 узлов. Стоит отметить, что «Корабль-находка» – это уже второе сторожевое судно с таким названием. Первое прослужило более 20 лет. «Если бы вы обратили внимание, вот памятная доска ПСК «Находки», это еще была с моего, с нашего корабля. Но понимаете, преемственность, она не только в такой внешней форме проявляется, тут гораздо больше и шире. Моряки вот я встретил, которые мечмана уже с моего корабля, офицеры мечмана, вот это преемственность». Пополнивший ряды пограничного управления ПСК «Находка» призван стать достойным помощником в выполнении поставленных боевых задач. Олег Завьялов, Алина Черненко, Настасия Лихман. Новости на восьмом.